Это понятно. Я тоже сторонник такой технологии, но дальше сменяемость власти все равно будет через выборы. Мы должны эту технологию отработать, вы именно выборы. И Немцов сказал, что социальные требования должны быть выработаны и вынесены на марш 15 сентября. И если это говорит Немцов, то извините, что же мы должны сказать? Мы должны усилить эти требования в разы, и вот она будет конструктивная повестка наших акций. И когда они говорят, наши враги, наши оппоненты, у них нет никакой конструктивной повестки. Это полная ерунда. У нас четко сформулировано, как мы видим, отстранение жуликов, воров от власти, проведение реформ избирательной системы и политической системы, и проведение новых досрочных выборов. Мы 12 июня за это, по крайней мере, в Москве, все как один, там 100, смотришь, вот не видно, сколько людей, море, 100 там с лишним тысяч проголосовало, все как один, манифест свободной России. А теперь мы должны это добавить социально-экономическими требованиями. Я думаю, самый либеральный либерал сегодня поддержит требования остановить безудержный рост тарифов, сделать прозрачными процесс тарифообразования, чтобы мы могли это контролировать. Вот вы поддержите такое требование? Да! И я думаю, вся страна поддержит. Если я в чем-то заблуждаюсь, меня поправят. А по вопросу недофинансирования чудовищного, они деньги кидают на силовой аппарат, да, там это все разворовывается, то же самое. Русский остров. Образование, медицина у нас прозябает, наука. Если сейчас эту ситуацию не переломить, Россия вообще обречена быть вечно этим придатком, который только будет скупать технологии за рубежом. Если мы этот вопрос поднимем, вы будете согласны с этим? Да! А если мы скажем все вместе 15-го, что надо реально обеспечить защиту профсоюзов, право на забастовку, права трудовых коллективов, рабочий контроль максимально развивать на предприятиях, потому что сегодня бесправные люди получают гроши и нет никакой возможности бороться. Как только они поднимают голос, сразу угрозы увольнения, угрозы понижения зарплаты и так далее, и так далее, потому что нет нормальных профсоюзов в России. Это заботит сегодня, и даже в Москве это актуально. В Москве не все зажрались, в Москве полно еще работяг, которые их вкалывают так же, как и здесь, и так же, как в других городах. Поддержите вы такое требование? Да! И таких вопросов, может быть, еще много. Я думаю, мы остановимся на базовых, чтобы не усложнять ситуацию. Но это будет большой шаг вперед. И мы сегодня работаем над тем, что к 15 сентября трудовые коллективы начали не только Уралвагонзавод поддерживал Путина и рвал тельняшку на груди, понятно, не за просто так, потом это все им окупилось в должностях, в депутатских мандатах и так далее. Это люди не просто так делали. Настоящий рабочий класс, он за кого? За жуликов? Или он за народное движение справедливое? Я думаю, ответ однозначный. Но мы должны добиться, чтобы трудовые коллективы не просто молча просили об этом, а во весь голос заявляли. И если вы, осталось мало, две недели, но это, с другой стороны, очень много, поработайте, если есть выход на конкретные предприятия, где есть проблематика. Идеальный вариант – забастовка солидарности с маршем миллионов. Если сложно забастовку, давайте итальянскую забастовку. В крайнем случае, обращение в поддержку марша миллионов. Если какой-то трудовой коллектив такое обращение делает, публично это заявляет, это будет сильнейший удар по жуликам, потому что будет всем ясно, с кем рабочий класс, с кем трудящийся. И уж никак они не с ними. Но это надо найти в себе смелость. Давайте поработаем над этим. Хотя бы несколько примеров по России, и это будет наш большой прогресс, большой шаг вперед. Согласны с таким подходом? Да! Потому что без рабочих, без трудового народа наш протест ничего не стоит. И эти люди и так присутствуют в нашем протесте. Но надо усиливать, надо подчеркивать, надо все время об этом говорить. Поэтому я мог бы еще много сказать, я, вот Фидель Кастро, 8 часов выступает, я могу 9 выступать, 10. Но я не буду вас утомлять, я думаю, вопросы любые зададите. Я хотел бы передать, во-первых, привет еще от всех тех, кто сюда не доехал. От Навального, от Гудкова, от Яшина, от Собчак. От кого еще хотите? От всех. От Емцова я уже фактически передал. Они все передают горячий привет и именно говорят о том, что только вместе мы чего-то добьемся. Поэтому это не громкие слова. Давайте 15-го покажем, что мы народ, что мы сила, и только так мы можем себя защитить. Если будет сила, может быть, вызволим ребят, которые сидят сегодня, может быть, остановим эти репрессии и выведем их на какой-то диалог по нашей повестке дня. Но лучше худой мир, чем добрая война. Лучше цивилизованно из этой ситуации выходить, чем доводить дело до погромов и народного бунта. Если они будут упорствовать, этот бунт неизбежен. Мы не отрицаем, это нисколько, это объективный процесс. Но давайте, мы как мудрые люди, мы не хотим себе зла, давайте пытаться делать это цивилизованно. Пока все в наших руках. Поэтому я верю, 15-го будет мощнейшая акция за все последние месяцы, а может быть, даже и мощнее, чем в декабре. И в итоге победа останется за народом. Поддерживаем за народом победу. Победа будет за нами. Это просто эмоции переполнены. Товарищи, я бы хотел передать слово третьему, важному, ключевому участнику автопробега, одному из ближайших соратников, много раз только что упомянувшего Бориса Екатерина Немцова, исполнительного директора партии «Парнас» Михаила Шнейдера. И участнику «Солидария». Друзья, Борис Немцов, это последняя брошюра, которую он написал в самом случае с Леонидом Христовичом. Это лидер нашей организации «Солидарности» в Краснодаре. Мы неделю назад, в четверг, в прошлый четверг, отправили в Екатеринбург несколько сотен вот этих брошюр. Сегодня выяснилось, что их не выпустили из Москвы. Поэтому я могу только ее показать и обещаю вам, что в ближайшее же время мы организуем сюда отправку Большого. Через Волхово, через Волхово передадим. Через Леню Волхово передадим и вы сможете ее получить. Сейчас я вам только ее показываю. Это классная вещь, «Жизнь арабана на галерах» называется, можете сфотографировать ее. Она есть в интернете, сейчас видит, можно ее скачать. Я не могу вам ее подарить, потому что я езжу ее и показываю всем. Я вам подарю немножко другое. Дайте, пожалуйста. Друзья! Давай немножко. Друзья, Сереж, Сереж. Все, извините, не мешай. Сереж, в конце всем раздадим. В конце раздадим. Друзья, еще один важный момент. Не совсем, на самом деле. Яд может сохнуть неворный. Кроме задач, о которых говорил Илья Подмарев, есть еще одна важная задача. Вы все прекрасно знаете, что когда мы приходим на выборы, мы встречаемся с жутким, совершенно административным давлением. Гражданин-наблюдатель, такая инициатива, самих людей, которые образовались и сейчас в нашей базе около 14 тысяч наблюдателей, наших наблюдателей на выборах выносят за ноги. Жулики и воры пишут любые проценты, которые им нужны. Кандидатов снимают, неугодных кандидатов не допускают до выборов. Что делать в этой ситуации? Можно, конечно, честно написать какие-то замечательные законы, направить их в Думу. Илья Подмарев, значит, выступит с трибуны, призовет депутатов принять этот закон. В итоге там три человека, он да еще двое Гудковых. Не, ну фракции. Две фракции проголосуют за. Справедливая Россия и КПРФ. Очень хорошо. Низкий поклон вашим фракциям. Но этого недостаточно, к сожалению. К сожалению, недостаточно. Значит, другой путь бороться с жуликами и ворами, это обращаться в суды. Вы сами прекрасно знаете, что такое суд в нашей стране, да? Ну, это большинский церковь. А судьи кто? Правильно, совершенно верно. Так вот, мы, у нас есть единственный способ. Как я тебе потешусь, Денинг. С изучением каких-то совершенно экзотических, значит, которые мы сейчас обсуждать с вами не будем. Но есть нормальный, совершенно цивилизованный способ. Это провести всероссийский референдум по изменению избирательного законодательства. Мы в нашем проекте «Гражданин-наблюдатель» придумали три вопроса. Первый вопрос – это вернуть выборы губернатора. То, что сейчас – это беспредел, когда кандидат, который от оппозиции, там, от левого фронта или от партии «Народной свободы» вынужден тланяться и идти к депутату, значит, от «Единой России», типа, значит, поставь в свою подвись «Мою поддержку». Значит, у этого депутата какой ему сысом с вами будет, если это его конкурент? То есть этот закон фикции, он не работает. Второе – мы хотим вернуть прямые выборы губернатора. Второе – это право партиям формировать избирательные блоки. То, что у нас было и то, что у нас лишили. Наконец, третье очень важное, очень важный вопрос – это избирательные комиссии должны формироваться только партиями. От формирования избирательной комиссии нужно исключить, отстранить органы исполнительной власти. Власть не должна вмешиваться, только сам народ должен формировать избирательные комиссии. Тогда с гарантией будет, что выборы будут честными. И тогда, возможно, те преобразования, о которых говорил и Сережа Удальцов, и Илья Пономарев, о которых говорит вся оппозиция, проведение честных выборов, с них все, собственно, и начнется. Все эти преобразования в нашей стране, которых мы здесь ждем с вами. Мы хотим еще внести еще два вопроса в этот референдум. Первый вопрос – это выбранность судей. Это позволит нам выкинуть к чертовой матери из судов тех судей, которые проворовались, которые берут взятки, которые выносят неправосудные приговоры. И, наконец, еще один пятый вопрос – это самим выбирать начальников полиции. Так как выбираются в штатах, они себе выбирают шарифу. Вот мы хотим, значит, референдум из таких пяти вопросов сделать. А давайте мы сейчас проголосуем пять вопросов, чтобы люди сказали, как они относятся к этим вопросам. Да, давайте, давайте. Поднимите руки те, кто поддерживает и принял бы участие в этом референдуме. Пожалуйста. Я с ним. Отлично. Спасибо. Спасибо, супер. Теперь это все хорошо, значит, мы с вами здесь проголосовали, но ничего не изменится. Если мы здесь, в Екатеринбурге, не создадим с вами инициативную группу по проведению референдума. Так вот, моя задача, которую я вижу, я в этом автопробеге, вот эти 50 городов объеду, моя задача – создать в каждом регионе хотя бы зачаток, ядро вот этой самой группы референдума. Значит, по закону о референдуме, такие группы должны быть созданы не менее чем 42 субъектов федерации, и каждая группа должна насчитывать не меньше чем 100 человек. Поэтому, я сейчас, пока будет суд до дела, вы будете общаться с Ильей, с Сережей, я вас всех обойду, раздам вот эти вот карточки. У меня просьба, вы их заполните и тут же верните мне, я вот вернусь на это место. Значит, смотрите, вы на этих карточках пишите, это, собственно, визитная карточка нашего проекта «Гражданин-наблюдатель». Вы здесь пишите свой мейл, вот с этой стороны, на обороте, хотите, пишите фамилию и имя. Или телефон. Или телефон. Хотите, не пишите, но главное, напишите, что это город Екатеринбург, чтобы я не перепутал, потому что у меня уже, извините, полный рюкзак вот этих карточек из других городов. Договорились? Все, отлично. Я сейчас начинаю раздавать. Не-не-не-не-не, я пойду с задних рядов, потому что ребята... Сионерам не очередь, он сразу раздает. Ну, телефон. Телефон, конечно. Ребята сейчас начнут общаться, я с задних рядов начну раздавать эти карточки, потом будем собирать. Да, друзья, еще там вот бланк ходит, если кто может, оставляйте координаты, мы делаем общую базу, чтобы в случае необходимости быстро друг друга оповещать. Надо, чтобы в один момент вся страна сделала что-то хорошее. Вам приходит СМС, и мы делаем что-то хорошее. Оставляйте координаты, не стесняйтесь. У нас должна быть мобильность по всей стране. Друзья, значит, мы теперь переходим, собственно, непосредственно к диалогу. Кто хочет выступить, значит, поднимайте руки, будем давать по одному слову. Нет, мы хотим подробить власть. Подходить. Серьезно. Кто хочет задавать вопросы, значит, задавайте вопросы с места. И просьба, каждый раз, когда вы говорите, уточняйте, у кого вы спрашиваете, да? Хася, я на чашке. По руке, по руке, да? У вас был порядок. Вот первый, товарищ Руковник понял, вы второй. У меня вопрос к вам обоим по поводу выборов координационных. Да, да, да. Координационный совет оппозиции, насколько я знаю, вот Михаил, он выдвинулся уже, а вот вы двое еще не выдвинулись. Если будете выдвигаться, то по общегражданскому списку или конец, может быть, от левой курии выдвинуться? Нет, мы оба выдвигаемся, оба выдвигаемся от общегражданской. И это принципиальная позиция, потому что мы, левые, исповедуем демократические принципы. Наша задача, чтобы был слышен голос меньшинства. И поэтому мы поведем по левой курии и будем агитировать всех наших соратников, чтобы были представлены малые левые организации, которых мало кто знает, для того, чтобы у них появился шанс быть избранными. Потому что мы абсолютно уверены в своих силах, это ведь аналог как одномандатники и партийные списки. Мы не хотим прятаться за спиной наших организаций. Мы хотим победить в честной, открытой одномандатной борьбе, для того, чтобы люди знали точно, за кого они голосуют. И более того, мы сделаем еще одну вещь. Мы сейчас призываем каждый регион обязательно выдвигать своих кандидатов. И мы понимаем, что люди из регионов имеют не очень много шансов на победу, потому что их, как правило, хорошо знают в своем регионе. Но мало знают других регионов. Мы, левые, будем поддерживать всех наших соратников во всех регионах. Говоря о том, что вот этого человека мы знаем, мы его поддерживаем, мы за него ручаемся, для того, чтобы агитировать наших сторонников, поддержать в том числе региональных людей, для того, чтобы они были представлены в Координационном Совете. Я, в принципе, говорил, с точки зрения количества голосов, наша задача, чтобы проголосовало минимум 100 тысяч. Из этих 100 тысяч минимум 50% было не москвичей. И минимум 50% было не в интернете, а в результате вот живого голосования на избирательном участке. И это мы посчитаем принципиально важным, для того, чтобы эти выборы можно было назвать легитимными, для того, чтобы они были честными, для того, чтобы все получили свое представительство. Мы очень надеемся, что Екатеринбург тоже не распылит свои голоса, не выдвинет там 100 разных кандидатов, а выдвинет там одного-двух, но тех, за кого вы будете дружно голосовать, и за кого мы можем призвать голосовать наших друзей. Новосибирске, Томске, Воронеже, Волгограде, Петрозаводске, Петербурге, Москве. Отличная идея. Есть такие у вас люди в Екатеринбурге? Давайте сейчас прям фамилии назовем. Есть такие? Волков, Волков, Крашенинников, Крашенинников. Извините, Волков, он Чуров у нас, он не может избираться. Крашенинников уже выдвинулся. А вот уговорите Ройзмана выдвинуться, это будет очень правильно. Кто? Давайте Петербург. Главное, чтобы он выдвинулся, и мы будем поддерживать. Коротко по вопросу. Во-первых, надо четко понимать. Первичны для нас все-таки не выборы, выборы это некая процедура. Первичны для нас наши совместные действия, наращивание уличного движения. Без этого никакие выборы никому не нужны, уверяю вас. Умрет наше движение, это Координационный совет, тысячу лет никому не нужен будет и неинтересен, это надо понимать. То есть мы не подменяем выборами наши движения, нашу борьбу, наш протест. Это главное, это для меня очевидно. Но в чем польза этих выборов? Если мы их сделаем качественно, красиво, честно, с большим количеством избирателей и широким кругом кандидатов, где будут представлены все, там Лимонов будет, Зюганов, если убедим, Миронов, Поварев, Гудков, Немцов, и по списку поехали, самый широкий перечень. Его сила этих выборов будет в том, что мы покажем, что можно на самом деле проводить честные выборы. И если власти, эти жулики не хотят нам давать эти честные выборы, не хотят создавать условия, мы не будем до бесконечности ждать милости от природы. Мы сами эти выборы организуем, пусть пока в ограниченном объеме, но это ведь обкатываются технологии. Если мы сможем 100 тысяч избирателей собрать и провести все честно, значит, эту технологию потом можно переносить вплоть до всей страны. И может быть на каком-то этапе нам и не понадобится чурок вообще, мы проведем свои выборы, выберем народную власть и столицу перенесем в Екатеринбург. Нормально? Да, поэтому участвовать будем. Мы просто пока интригу нагнетаем и выдвинемся за 5 минут до окончания регистрации. Ваш вопрос, следующий ваш, потом ваш. Касьянов не хочет пока баллотировать. Валёс, это ваш вопрос. Сейчас, по очереди, я всех вижу. Мой, да? Я вам к вам, о койм хочу обратиться. А вот как вы планируете защититься от провокаторов от власти, которые тоже могут зарегистрироваться как кандидаты? Каждый день. В выборах их вот не будет. Господи, у людей волка в городе живёт, они этот вопрос задают. Как вы этого планируете избирать? На самом деле, на самом деле, если власти уделят столько внимания нашим выборам, что будут регистрировать тайных кандидатов, а потом десятками тысяч нагонять избирателей, которые за них будут голосовать. Вы же не будете голосовать за неизвестного вам человека Ивана Ивановича Иванова из «Единой России». Будете за него голосовать? Нет. Даже если он не скажет, что из «Единой России». Это абсурд. То есть сама логика подсказывает, что это ничего не даёт. Или же они должны будут нагонять сами, своих тысячами, десятками тысяч избирателей. Так это такой ажиотаж вокруг этих выборов создаст, что ради бога, пускай выдвигает свои выборы.